Мы продолжаем следить за тем, как реализуют в республике программу формирования комфортной городской среды. На этот раз репортаж из села Батырево. Хоть программа и называется формирование комфортной городской среды, это не значит, что в ней не могут участвовать, к примеру, села. В Чувашии первом этой возможностью воспользовалось село Батырево. В этом году там сдадут два объекта. Первый сквер по улице Советская. Это была заброшенная территория рядом с цехом по обработке металла. Сейчас в будущем сквере укладывают брусчатку, затем завезут чернозем и саженца растений. Чтобы люди отдыхали, танцевали, гуляли. Получается, здесь планируется тоже для бракосочетания, чтобы приезжали, гуляли. Следующей весной мы уже приезжаем и наслаждаемся мы с вами гуляем по этому, так сказать, скверу. Второй объект, который в этом году благоустроят по программе – дворовая территория для четырех многоквартирных домов по улице Гагарина. Здесь начали с ремонта дороги и тротуаров. Планировано тут проезжая часть шириной 4,5 метра и в трех местах уширением дороги до 6 метров. Предусмотрен также у нас еще тротуар шириной 1,5 метра с установкой по ребриками. Я вижу, что дорога достаточно протяженная. Сколько в общей сложности метров? Общая протяженность у нас 300 метров. И тротуар тоже 300 метров. А вот здесь разместят игровую площадку, качели, поставят баскетбольное кольцо. Проект мы согласовывали с населением, были сходы граждан, где мы учитывали их мнение. Вот они обязательные условия были, чтобы во дворах были детские игровые площадки. Собрание проводили. Вот вместе с жильцами все согласовывали, куда, что, что, как делать. И как помочь. Жители тоже у нас помогали. Сначала субботник, тут же все было это. Убрали все. Субботник устроили. Все жители села выходили. Все убирались. Площадку подготовили. В общем, весь мусор убрали. Все в порядок приводили. Софинансирование. Обязательные условия программы формирования комфортной городской среды. В данном случае проезд, тротуары, детская площадка, парковка, освещение, скамейки. Обошлись жителям примерно в 500 рублей с квартиры. К программе планируют подключиться и другие населенные пункты района с численностью населения больше тысячи человек. Дворовых территорий у нас еще много, неблагоустроенных. Есть над чем работать. Теперь народ продвинутый, интересуется активно. Жители видят, как у соседей, так же, ну и тоже начинают проявлять активность. Сейчас в администрации разрабатывают план до 2022 года. Ольга Пырычкина, Игорь Зверев, Республика.